Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поговорить о линейках для пейчворка. Какие линейки стоит покупать новичкам, какие линейки не стоит покупать, для чего они вообще нужны и как можно их использовать в работе. И на практике хочу вам показать, как можно помимо горизонтальных и вертикальных линий раскроить нужные нам детали. Давайте начнем. Перед вами мой арсенал линеек. Они у меня разных размеров. Есть в дюймах, есть в сантиметрах. Я шью в той системе измерения и в другой системе измерения, поэтому у меня эти линейки есть. Также у меня есть вот такие вот линейки, которые идут такие специальные для проектов. Так, давайте мы начнем с самых базовых линеек. У меня есть два вида. Эту я покупала фирма Гамма, это у меня с Алиэкспресс. Если сравнивать эти две линейки, то вот эта линейка моя любимая. Гамму я вообще покупала, когда только-только начинала снова шить. Тогда я еще не знала, насколько долго у меня хватит в пейчворке, поэтому я купила самую бюджетную линейку, которая у нас есть в России. И это гамма российская. И пользовалась ими. Так вот, если сравнивать две вот этих линейки, первое, что я хочу сказать, то, что это самый оптимальный размер 15 на 30 сантиметров для новичков. Если вы только начинаете шить, заниматься лоскутным шитьем, то я рекомендую именно этот размер. Далее, давайте мы сравним эти две линейки. Гамма мне не очень нравится по причине того, что у нее очень, через каждые 5 сантиметров, очень толстая разметка, которая сбивает во время выравнивания, например, блоков, во время кроя деталей. За счет того, что у них линия очень толстая, она может путать. Если мы край ткани, например, к одному краю из нашей разметки располагаем, то деталь может оказаться либо больше, либо меньше. Также мне на этой линейке не особо нравится то, что разметка между 5 сантиметрами, вот эта вот, она есть только вертикальная. Если, например, ее перевернуть вот так, то тут уже не совсем удобно равнять, опять же, и выкраивать какие-то блоки. Не совсем удобно, мне не хватает вот такой, как есть на линейке с Алиэкспресс горизонтальных и вертикальных разметок. Также мне не нравится то, что здесь таким вот образом расположена разметка уголов 30, 45 и 60 градусов. На линейке на Алиэкспресс мы можем заметить то, что здесь угол 45 градусов идет от угла и до угла нашей линейки. Она идет по диагонали. Такая разметка позволяет очень легко подровнять наш квадрат, если вы шьете квадраты из двухцветных треугольников. Это очень удобно. На этой линейке не совсем это удобно. И, соответственно, эту линейку я очень редко сейчас использую, как раз-таки ходовая, если я шью в сантиметрах. У меня именно вот эта линейка. У меня даже вот разметка на ней уже в некоторых местах подтерлась. Поэтому гамму, фирмы гаммы, я не рекомендую. Из бюджетных линейка Аврора, она очень хорошая, мне очень нравится в ней использовать, если посмотреть. Есть у меня также линейка Аврора. Если сравнить эти две линейки, то они очень хорошие. Где-то, правда, линейка у меня немножко испачкана в клее от скотча, пока я переезжала. Но вовремя не убрала, и поэтому у меня остался клей. Она такая некрасивенькая немножко. Так вот, если сравнить эти две линейки, они обе очень хороши. Разметка у них тонкая, что у Авроры, что у линейки с Алиэкспресс. Достаточно толстый, плотный пластик. И также есть разметка углов. На линейке Аврора, я уверена, у меня меньшего размера нет. У меня только 15 на 65. Я уверена, что разметка тоже, в принципе, очень удобно идет. Но я не могу утверждать, потому что у меня ее нет. И не могу сказать. Из следующих линейок у меня есть, конечно же, размеры квадратные. Это у меня в дюймах, это у меня в сантиметрах. Опять же, я покупала тогда, когда только начинала ее шить фирму Гамму. Она удобна тем, что ей можно выравнивать квадраты размером до 15 сантиметров. Но, опять же, неудобно, если вы шьете там, например, двухцветные квадраты. Также тут нет горизонтальной разметки, как же, например, есть у дюймовой разметки. И угол 45 градусов тоже не совсем удобно идет. Сама разметка очень толстая. Неудобная линейка. У дюймовых линейок вот у меня есть U-Easy фирма. Очень хорошая фирма. Мне нравится. Достаточно бюджетная тоже, если посмотреть. Это дюймовая линейка размером 4,5 на 4,5 дюйма. Она сейчас у меня очень ходовая, потому что я шью дорогая Джейн. И это прям оптимальный размер для блоков. Тоже уже разметка вся подстерлась. Чтобы разметка не стиралась, конечно, можно как-то использовать, покрыть, не знаю. Наверное, можно лаком бесцветным, наверное, покрыть. Не знаю, в общем. Также я на линейку приклеила вот такую вот силиконовую наклейку. Для того, чтобы моя линейка не скользила. Опять же, наклейки я использовала, ну, заказывала на Алиэкспресс. Они выглядят вот таким образом. Если вам ссылка нужна, я оставлю ее под видео, где я покупала такие наклейки. Они противоскользящие, то есть линейка на ткани. И, в принципе, на любой поверхности, видите, она не скользит. Я пытаюсь ее передвинуть, она очень-очень сложно скользит. Если взять обычную линейку, то она вон, видите, ездит. Это если на твердой поверхности, на поверхности стола. Выглядят они вот таким вот образом. В одной пачке 15 штучек таких кругляшей, которые просто наклеиваются на линейку. Квадратная линейка, собственно, очень удобная. Наглядно вам покажу, как использовать вот такую линейку. Допустим, у меня в дюймах нужно размер квадрата 3,3 дюйма на 3,3 дюйма. Чтобы мне подровнять этот квадрат, я, соответственно, разметку угла 45 градусов кладу на наш диагональный шов. Прижимаю, обрезаю лишнее. Потом я точно так же поворачиваю. Предположим, что у меня вот здесь уже ровный край, я его обрезала. И делаю точно так же уже диагональную линию я 45 градусов размещаю на наш диагональный шов. А размер 3,3 дюйма на горизонтальный и вертикальный срез нашего, ровный срез нашего квадрата. Снова обрезаю. Таким вот образом это очень легко ровнять наши блоки. Также у меня есть две вот таких больших линейки. Тоже опять фирма Гамма и Сью Изи. Это в дюймах. 12,5 дюйма на 12,5 дюймов. И есть 30 на 30 сантиметров. Тоже Гамма. Тоже покупала тогда, когда я ее, когда только изучала, вспоминала азы петчверка. Тоже все то же самое. У фирмы Гамма вообще еще меняется. У них линейки однотипные все. Разметка толстая. Нет горизонтальной разметки. Углы идут не от угла, не от угла. В общем, это не совсем удобная линейка. Но если нужны квадраты, там допустим, да, определенного размера, там не 15, а например 20 сантиметров, то, конечно, такими линейками удобно выкраивать. Это единственный, мне кажется, плюс для таких линейок. У Sue Easy все точно так же, как и на маленькой линейке. Разметка тонкая. Есть разметка припусков, в общем-то. Есть диагональные линии. Ну, то есть тут очень даже хорошо. И эта линейка как раз таки подойдет для размеров, для квадратов. Если у вас блок какой-то большой получается, тоже очень хорошо этой линейкой выравнивать блоки. Есть у меня две вот таких линейки. Этой я пользуюсь очень редко, но она у меня есть. Она очень удобная, я вам расскажу, в чем ее плюс. Этой линейкой я пользуюсь довольно-таки часто, если мне нужно разрезать, например, квадраты по диагонали. Мне не совсем удобно брать линейку 15 на 30 сантиметров. Я беру просто эту линейку и обрезаю лишнее. Ну, то есть я ее использую только для этого. И все, больше я никак не использую ее. Эту линейку я не использую, но она у меня есть. И она, в принципе, очень удобная. Если, опять же, вы делаете, например, двухцветные квадраты, да, хотите шить двухцветные квадраты, да, вы берете два квадрата, складываете, проводите линию диагональную. Если у вас там нету лапки, например, шириной 6 миллиметров, либо 7 миллиметров, то тут легко просто вот эту вот центральную линию проложить по диагонали, по диагонали, и потом проложить с двух сторон, вот так вот начертить линию. Очень удобно, но я с этой линейкой я не ровняю, не отрезаю ничего, потому что она достаточно узкая, и есть вероятность того, что можно порезать палец. Я не рискую, поэтому она у меня только для линии начертить, либо еще что-нибудь, в общем, но не для резки. Последняя линейка, которая у меня есть, это с углом 60 градусов, 45 градусов, и точно такая же линейка 60 градусов. Давайте начнем с гаммы. Гамма, как я уже сказала, не очень мне нравится фирма наша российская. Эта линейка вообще очень тонкая, вот смотрите, я ее легко угну. Пластик тонкий, не совсем понятна ее разметка здесь, есть линии для прорези, но тоже не совсем удобно, в общем-то. Поэтому она у меня просто есть, и все, я ей ничего не делаю. 45 часа и 60 градусов в тельнейке фирмы Аврора. Я их использую в том случае, последний раз я использовала 60 градусов, по-моему, я сшила рюкзак. Прикреплю вам с картинки, что я сшила из них, очень удобной линейки, если вам нужно сразу раскроить. Но такие треугольники можно, в принципе, шаблонно создать, потому что высота у этих треугольников достаточно маленькая. У этого треугольника всего 13 см, у этого 16 см. Это недостаточно, если, например, шить какое-то лоскутное одеяло из таких маленьких квадратов, не совсем удобно. Вы потратите больше времени, но я все-таки, вот, например, я шью одеяло, то, конечно, высота у этих треугольников гораздо больше. И поэтому можно нарисовать шаблоны, но я вам покажу сегодня, как использовать обычную вот такую линейку. 15-30 см, чтобы выкроить вот такие треугольники. Предположим, лист бумаги, это моя ткань. Моя ткань. Помимо того, что этой линейкой можно использовать для раскроя именно прямых каких-то деталей, квадратов, прямоугольников, полос, можно еще использовать по-другому. Но, первое, давайте мы начнем, чтобы раскроить нужной ширины полоску, нужно делать первое, что это, во-первых, подровнять край, чтобы он у вас был ровный. Далее, от этого края, например, мне нужна полоска размером 7 см, шириной 7 см. Что я делаю? Смотрю, где у меня на линейке 7 см. Эту разметку я располагаю к краю нашей ткани. Смотрю, любую разметку беру на линейке, которая идет перпендикулярно нашей 7 см разметке, и ее кладу к другому краю нашей ткани. Смотрю, чтобы у меня это было ровно, надавливаю и отрезаю. У меня получается ткань шириной 7 см. Это легко. Если вам нужно какой-то прямоугольник выкроить, собственно, или квадрат, например, пусть это будет 6 см на 12 см. Соответственно, я, опять же, беру линейку шириной, допустим, 6 см. Да, разметку 6 см я укладываю к ровному краю нашей ткани, а перпендикулярную разметку я укладываю к перпендикулярному краю нашей разметки. И отрезаю. И у меня получается деталь размером 6 на 12 см. С этим все просто. Но как же использовать эту линейку, если мне нужно, например, выкроить треугольники, равносторонние треугольники для одеяла? Предположим, что высота моего треугольника, вот этого 60 градусов, будет 17 см. Вот, вот эта высота будет 17 см. Эта линейка уже не подходит, потому что у нее всего высота 13 см. Значит, что я делаю? Вот моя ткань. Я ровняю вот этот край, размещаю на моем раскроечном коврике таким образом, чтобы край у меня совместился с любой из разметки, которая идет параллельно этому краю. То есть, вот, если у вас линейка размером 15 на 30 см, а вам нужно 17 см, соответственно, линейку мы от нашего края мы откладываем 2 см. То есть, то, сколько нам не хватает для 17 см. Вот у меня 2 см, и линейку мы прикладываем именно к этой разметке. Все. Линейка у меня с этого края, с этого края разместилась на нужной нам разметке. И я обрезаю лишнее. Далее, чтобы нам получить треугольник, первое, что вам нужно сделать, вам найти на вашей линейке, найти разметку 30 градусов. Эту разметку 30 градусов вам нужно разместить таким образом, к вашему длинному краю. Вот видите? И вот это вот вам нужно обрезать. Это лишнее. Обрезаем. Чтобы нам получить вторую сторону, нам нужно перевернуть линейку. Мы вот таким образом откладывали. То есть, 30 градусов. Вот теперь вам нужно развернуть линейку. Уже ваша разметка 30 градусов идет вот таким образом. И ее приложить к нижнему краю вот так, совместить с нашим краем. И посмотреть, чтобы линейка у вас прошла прям точно в угол. И отрезать. И у вас получился треугольник размером 60 градусов. Равносторонний треугольник. Далее ваша полоска продолжается. И вы снова линейку поворачиваете. Смотрите, чтобы ваша линейка прошла ровно по углу. В угол упирается. Вот в этот угол. Сама разметка 30 градусов идет вот здесь. И зажимаете. И таким образом вы выкраиваете ваши полоски. А потом эти треугольники просто друг с другом сшиваются. И у вас получается одеяло. Либо ваше изделие из равносторонних квадратов. Ой, треугольников. Я последний раз сшила полоскутное одеяло из зигзагов. Из таких деталей, которые я сейчас вам показала. Которая есть у меня линейка. Опять же мы определяемся. То, что у нас высота. Вот у нас есть шаблон. И высота у этого шаблона у нас идет допустим 15 сантиметров. Я предположила, что у меня будет вот эта вот высота 15 сантиметров. Что я делаю? Я опять беру ткань. Обрезаю лишнее. Оставляю ширину 15 сантиметров. В полоску. Мы снова первое, что мы делаем. Мы разметку 30 градусов размещаем в длинной стороне нашей детали. И отрезаем лишнее. У нас получается угол 30 градусов. И дальше у вас линейка уже в принципе лежит вот как вам нужно. И вы просто вот это с другой стороны отрезаете. Собственно вот такая деталь у нас получилась. Если вы хотите зигзаг, например, шить лоскутное одеяло, как это шила я в предыдущие разы, здесь покажу, то вам вот эту деталь, вот эту, вам нужно сразу выкраивать в зеркальном отражении. То есть я рекомендую ткань сложить пополам и уже выкраивать просто сложенную ткань. Вот так вот полоску точнее. Складывать полоску уже пополам. И у вас получаются две зеркальные детали, которые потом можно будет соединить друг с другом. Также с помощью этой линейки можно сделать шаблон в угол 45 градусов. Допустим, у меня есть полоска шириной 15 сантиметров. Выкраивать не совсем удобно. Чтобы вам раскроить такие детали, это, конечно, проблематично будет с помощью этой линейки. У вас это не получится, потому что тут нужно определять 45 градусов. Ну вот она у вас идет, то есть вот он треугольник. Вам нужно провести перпендикулярную линию. Ой, угол равным. То есть это не совсем удобно. Вот шаблон можно нарисовать. Шаблон вы берете вот так, помещаете угол 45 градусов вот здесь, проводите линию. И потом просто отмечаете вот эту высоту и здесь высоту. То есть она у вас должна быть одинаковая. Допустим, у меня тут она 15 сантиметров. В сторону вот этой 15 сантиметров и здесь 15 сантиметров. На этой линии вы отмечаете. И потом вы соединяете. У вас получается ваш шаблон вот этот вот с углом 45 градусов. И высотой вот этой. Это шаблон. Выкраивать я не рекомендую используя вот эту линейку. Я рисую шаблон нужной мне высоты. Потом я выкраиваю полоску из ткани. И потом на этой полоске я уже черчу эти детали. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас есть вопросы, остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я отвечу на них. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. А я с вами прощаюсь буквально до следующего видео. Всем пока!